О площади. Когда у нас есть треугольник, то всегда очень интересно знать, чему равна его площадь. Площадь можно считать многими способами. Как записывается площадь? Площадь вот этого прямоугольного треугольника это h умножить на h, потому что это половина площади прямоугольника. А площадь вот этого маленького это h умножить на l полом. Если вы приведёте к общему знаменателю и вычтете, получится именно эта фокула. А теперь задача. Выразить площадь треугольника через длинный сторон и радиус вписанной окружности. Радиус вписанной окружности обычно обозначают буквы r маленькая. Очень достаточно простая фокула. А радиус вот этой вот вне вписанной окружности обозначают r с маленькой буквы b внизу. Соответственно, надо выразить площадь треугольника через радиус вписанной окружности и тоже самое в сторону. Кто сможет это сделать? Я не знаю, что нам нужно строить. Я задал вопрос. Как выразить площадь треугольника через радиус вписанной окружности и сторону? Вы всё время думаете, что треугольник обязательно обосторонний. Вот давайте я нарисую вот такой треугольник. У него тоже есть вписанная окружность. Уверяю вас, эта точка не середина стороны. Неужели это непонятно? Вот это вот те самые радиусы. Вот этот отрезок очевидно отличается от этого, правда? Площадь треугольника через его стороны и радиус вписанной окружности. Ответ это две буквы. Может посчитать отдельный каждый вот этот небольшой треугольник и двух сложите? Вперёд, проходите к доске. Может вот этот радиус использовать как х? Только это не х, это аж. Ну да. Может так и использовать? То есть r умножить на c, деленное на 2, плюс r умножить на а, деленное на 2, плюс r умноженное на b, деленное на 2. Замечательно, спасибо. Да, всё, всё правильно сделано. Господа, он догадался, что на самом деле, если обозначить буквы и центр вписанной окружности, верна такая формула. Квадатным скуклем означает площадь самой фигуры. Итак, треугольник АВС разрезать можно на следующие куски АВИ, БЦИ, ну и последний АЦИ. У каждого из них, у каждого из них отрезок R является высотой. Соответственно, площадь треугольника АВИ, это, естественно, С умножить на веру пополам. Этого треугольника А умножить на веру пополам. И этого треугольника Б умножить на веру пополам. Между прочим, А плюс Б плюс С пополам, это как раз полупериметр. Значит, площадь треугольника вычисляется не только по формуле А умножить на H. H имеется из-за высоты, опущенной на струну А. Но и по замечательной формуле. P маленькая умножить на веру. Полупериметр умножают на радиус вписанной окружности. Да, господа, чуть-чуть сложнее, но на самом деле почти так же. Можно решить задачу, правда, не вписанную. Кто скажет, какой там ответ? Надо как-то ее выразить через треугольники, у каждого из которых отрезок РБТ будет высотой. Смотрите на формулу, которую мы только что писали. Треугольник АВС состоял из трех узлов. АВИ, ВСИ, АСИ. Ну, давайте не И, давайте точку по-другому обозначим, чтобы... Давайте шире напишу, хорошо? Так, и что? Плохо. Потому что эти два треугольника вместе дадут больше, чем вам надо. Раз нет, они же дадут еще и вот целиком вот эту фигуру. Ребят, а здесь срабатывает замечательная идея. Задачи, правне вписанную окружность, чаще всего такие же, как прав вписанную. То есть в огромном количестве случаев формула такая же. Давайте посмотрим, что это в данном случае означает. Я перепишу вот эту формулу. Просто перепишу букву... Значит, поехали. АВС, наш треугольник, состоит из таких кусков. Куска АВЖ, куска ВСЖ и куска АСЖ. А вот теперь вопрос. Что надо, вот какое чуть-чуть изменение по сравнению с этой формулой сделать, да? Нужно не прибавлять АС, а вычитать ее. Вот и все. Ротинка удивительно простая. Надо взять треугольник АВЖ, треугольник ВСЖ. И когда мы их сложим, получается площадь четырехугольника, да? АВСЖ. А если отрежем, то все получится. Если отрежем, то кусок. А теперь каждый из них надо просто записать. Что такое АВЖ? Площадь чему равна? Это С умножить на радиус вне вписанной окружности разделить на два. Что такое ВСЖ? Это понятно, что такое А умножить на радиус вне вписанной окружности разделить на два. АВСЖ. Это В радиус вне вписанной окружности разделить на два. Получается замечательный результат. Площадь треугольника – это радиус вне вписанной окружности умножить, смотрите, на что? Напоминаю, что это то же самое, что А плюс В плюс С в полном, из чего вы ищите В. Работа страдает, да? То есть надо взять радиус вне вписанной окружности умножить на В минус А. Поняли? Да. Кстати, ровно так же это будет радиус вне вписанной умножить на В минус А. Точно так же радиус вне вписанной умножить на В минус А. Мы доказали сразу много формул для площади треугольника. Спасибо.